Когда мы начинали с программы «Автостоп», а было это, кстати, практически 5 лет назад, мы начинали ее как некоммерческую передачу. Для чего мы создавали? Для того, чтобы показать людям, неспособным работать, то, как надо работать. Мы не желали лезть в телевизионный ящик ради собственной популярности. Но, к сожалению, за 5 лет мы не нашли ни спонсоров, ни меценатов, ни меценатами стали, похоже, два человека – это Максим Смирнов, Алексей Челекин. И на протяжении этих 5 лет мы вам показывали людей, честно любящих свое дело, неоднозначно относящихся к тому, что происходит в городе, пытающихся сделать что-то новенькое. Мы ездили сюда, на набережную 2, в магазин «Автолайф», помогали нашим друзьям. К сожалению, наши друзья поняли, что это не совсем перспективным направлением, но сейчас новая молодая кровь пришла сюда. И пришла она с новой порцией автомобильного тюнинга. Можно ли наш город сделать веселым, чистым, не прибегая к субботникам? Можно. Для этого, наверное, в городе необходимо внести магнитогорский проект. Нормальная заработная плата. Нормальная заработная плата дворникам, нормальная заработная плата металлургам. И тогда все мы скажем, что автотюнинг и просто спорт, он доступен. Вот встал около тюнинговых труб и вспомнил лозунг советских трубопрокатчиков. Труба советскому народу. А лозунг, судя по всему, магазина «Автоспорттюнинг» – труба магнитогорскому рейсеру. Глядя на жизнь в России, нельзя говорить обычным нормативным языком. Так же, как нельзя было в 1997 году видеть, или точнее просматривать фильм «Пятый элемент» в американском кинотеатре. Сколько там было ненормативной лексики, смешанной с английской речью, этого передавать мы не будем, но очень много. Почему? Потому что в 1998 году мы поняли, что в США, такой продвинутый и очень похожий на Россию в стране, есть одно замечательное правило. Минимальный размер заработной платы в час не должен быть ниже 6 долларов 25 центов. И тогда можно заниматься всем чем угодно. И тогда можно, наверное, строить и ледовые дворцы, и всякие там горнолыжные центры. И тогда не надо к автомобильному спорту относиться с позиции, что это дорогой спорт. Вот смотрите, для восьмого семейства от ВАЗа распредвал, допустим, стоит всего ничего – 2600 рублей. На вот эту штучку я его поставил в том же 1997 году, если бы была в 1999. Что-то такое? Это шкив выпускного распредвала. И здесь вы можете сами настроить свою машину и поменять моменты просто. Когда-то в 1986 или 1987 году, давно это было, когда только восстановили программу КВН на центральном телевидении, кто-то из команды, по-моему, Московского университета пошутил. Партия, дай порулить. Партия порулить так и не дала. Сейчас уже другие времена и другая партия. Ну ладно, не об этом. Но порулить сейчас можно вполне. Причем руль менять хоть каждый день. Вот смотрите ассортимент. Вот себя я могу назвать ветераном автомобильного тюнинга. Почему я такой смелый? Потому что копеечку мама себе купила в 1986 году, а уж в 1988 я начал ее потихоньку доводить до ума. И делаю я это все до 1996 года. Сейчас перечислю тюнингографию от автостопа. Первое дело, это разумеется шторки. Второе дело, это магнитола. Помните, когда не было? Третье дело, это нормальные колонки. Четвертое дело, это четыре противотуманных фары. Пятое дело, это самодельная тонировка. Знаете, как я намучился? Вам это не передать. Ну и на этом, собственно говоря, мой тюнинг остановился. А до сих пор хочется. И, к сожалению, вот опять же в 1997 году не было протюнинговых фар на 99-ку. Не было тахометров. Да ничего не было. Сейчас все есть. Есть и недорого. И я, честно говоря, думаю, может опять восьмерочку взять? Спасибо. Спасибо.